Мне очень приятно представить Марию Михайловну Константинову, профессора, которая, несомненно, очень хорошо ориентируется в этой проблеме и имеет большой клинический опыт. Пожалуйста. Спасибо большое. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто терпеливо сидит, слушает. Но, на мой взгляд, действительно очень интересная проблема, потому что хоть меня представили как специалиста, на самом деле я им не являюсь. И стала задумываться о современных рекомендациях по назначению химиотерапии больным пожилого и старческого возраста, когда, собственно, сама подошла к этому возрасту, и пациенты стали увеличиваться и увеличиваться. Так, сейчас надо научиться еще листать. Сюда. Так, не получается. Давайте. Куда-то какой-то. Там не вытаскивали эту? Да. Куда-то какую дырку писала. Давайте. А вы просто перещелкиваете, тогда и все вручную. Быстрее будет, чем техника. Спасибо большое. Так, ну, надеюсь, женщина справится. Так, все. Ну, первый вопрос, если обсуждать современные рекомендации, конечно, о какой группе больных идет речь, да? Этот слайд, ну, не этот слайд, в принципе, уже только что обсуждался. Но если вы посмотрите на разные классификации, которые, в принципе, начались с 63-го года, то 60 лет и выше – это уже старческий либо преклонный возраст. И далее-далее, если мы доживем, то это будет уже позднестарческий и дряхлость. Ну, определились мы с вами о чем мы, собственно говоря, о какой будем говорить категории пациентов. Вот, второй вопрос, который возникает при обсуждении этой проблемы – нужны ли вообще отдельные рекомендации по химиотерапии пациентам этого возраста? Поскольку вот я, как химиотерапевт, на приеме практически все мои пациенты – это две трети, если не больше, это пациенты пожилого и старческого возраста. Зачем тогда нужны новые рекомендации? Я лечу по старым рекомендациям так, как я умею, так, как я знаю, да? Но, тем не менее, значит, несколько фактов, которые заставляют нас думать об отдельных рекомендациях. Тоже то, что уже говорилось – это старение населения, стремительный неуклонный рост пациентов в возрасте старше 65 лет. Они нуждаются в лечении. Это одна группа пациентов, которые первичные пришли к нам или рецидивы метастаза. И вторая группа – это те, кто завершили лечение, и, как сейчас обсуждали, развиваются поздние осложнения. Та же самая кардиомиопатия после завершения лечения. Нужны наблюдения за ними? Да, безусловно, нужно. И вот такая вот совокупность факторов, которые перечислены, да, и ранняя диагностика, сейчас и эффективное лечение, и поддерживающие терапии очень хорошо развиваются, и симптоматическое лечение. Это все ведет к тому, что группа этих больных нарастает. И вот даже такой термин в литературе, он мне очень понравился, встретился как серебряный шторм, да. Седые люди все время нарастают, да. Вот чем отличается эта популяция больных? Наверное, она отличается, как мы сейчас услышали, да. Во-первых, первое, что я хочу сказать, что возраст фактически у наших пациентов на сегодняшний день очень часто не соответствует биологическому. Вот как в этой группе, да, себя вести. Второе – это индивидуальные особенности позднего антогенеза. Кто-то в старости хорошо выглядит, кто-то еще в молодости уже тоже плохо выглядит, да. Это индивидуальные особенности биологии опухоли. Мы тоже сейчас знаем, что опухоли в возрасте молодом, в старческом и в пожилом, они тоже могут отличаться, причем совершенно не означает, что они будут разными. Они могут быть и херпозитивны и у молодых, и у пожилых, и у совсем преклонного возраста пациентов. То же, как их лечить, есть ли какие-то особенности. То есть, вывод один, что это неоднородная группа пациентов, которые нуждаются в пристальном внимании клиницистов и исследователей. Вот. Второй момент. С другой стороны, посмотрим. Химиотерапия. В те годы, когда я пришла в Институт онкологии, это 1978 год, за это время мы имели, я говорила, раньше у нас торуроцил, циклофосфан, метатриксат. Начинали мы с этого. Сейчас у нас спектр наших шкафчиков с препаратами существенно расширился. Что произошло? Широкий спектр разных лекарств, разработка, внедрение в новую клиническую практику новых классов лекарственных препаратов, с которыми мы вообще не имели дела раньше, да. Но предсказуемая, управляемая, обратимая токсичность, которую мы перестали бояться, потому что мы знаем, как с ней справляться, и эволюция методов оценки эффективности и безопасности терапии, то есть взвешенный подход к правильному соотношению эффект-побочный эффект, да. Дальше мы стали знать об отдаленных результатах, больше то, что мы раньше не знали, да, и развитие сопроводительной поддерживающей терапии тоже нам позволяет лаврировать вот в этом, так сказать, достаточно сложном пути. Следующий момент, который позволяет сейчас обсуждать отдельно, так сказать, эту группу пациентов, то, что разработаны четко принципы проведения клинических исследований, чему сегодня была посвящена целая лекция, потому что раньше мы оценивали по принципу «лучше-хуже» также. Кроме того, мы знаем, как теперь оценивать полученные данные, и принципы доказательной медицины тоже построены, то есть есть о чем поговорить. Поэтому, видимо, созрела необходимость сознания таких вот рекомендаций, которые, так сказать, нуждаются отдельно для больных пожилого и старческого возраста, и признание проблемы вообще как таковой, что она существует. Вот, но я хочу сделать шаг назад и поблагодарить своих учителей, что все мы учились, учили нас очень хорошо раньше. Вы видите, что старая, но всегда современная рекомендация, это клиническая фактически история болезни, собирай правильно анамнез, начиная с того момента, как пациент вошел к тебе в кабинет и сел, как он сел на стул, дальше делай правильно осмотр, обследование, диагноз, так далее, так далее, так далее. Режим питания тоже, нутриативная поддержка, режим движения, то, что мы сейчас обсуждаем, да, медикаментозное лечение тоже, которое уже либо получал пациент, и как оно соотносится с тем, что вы собираетесь назначить, коррекция лечения, наблюдения, реабилитация давали раньше, да, в санатории мы посылали пациентов, и участие близких пациентов в проведении лечения и так далее, и так далее. Всему этому нас учили, да, казалось, если бы мы все это делали, может быть, и рекомендации бы не потребовались. Вот, вторая рекомендация, которую мы часто, на мой взгляд, забываем, это правило, внимательно читая инструкцию к препарату, потому что в этой инструкции, если что-то есть, какие-то данные, обязательно выделены особые категории, это возраст, масса тела, расовая принадлежность, сейчас мы узнаем, что уже, да, разное течение заболеваний того же рака желудка, нарушение функций печени, почек и так далее. И в части инструкции, если есть тоже доказательные медицинные данные, выносят особые категории, это взрослые, подростки, пациенты с нарушением функций, почек, печени и так далее. К сожалению, крайне мало той категории, которую мы сейчас обсуждаем, как вести себя с пациентами пожилого и преклонного возраста. Но, тем не менее, вот все-таки наши коллеги и онкологи уже достаточно много времени, работает больше 20 лет, по созданию именно рекомендаций для пожилого возраста. И в этом году эти рекомендации обновлены, я не буду вас загружать всеми подряд, я хочу только остановиться дальше в особенностях этих рекомендаций, потому что читать сейчас все умеют, но, в принципе, они построены по тем самым принципам, что нас учили в институте на третьем курсе, это клиническая история заболевания. Вот. В чем особенности? Значит, выбор лечения у пожилых пациентов. Первое. Две особенности, которые мы, как правило, забываем, и даже в сегодняшних докладах это тоже звучало. Значит, здесь мы прежде всего должны две вещи для себя понять, и пациент тоже. Первое. Это относится ли пациент к группе среднего или высокого риска смерти или развития страданий на оставшийся период жизни вследствие злокачественной опухоли на протяжении ожидаемой продолжительности жизни. Это то ограничение, где мы должны четко определить назначать ли нам химиотерапию, либо, может быть, по пути симптоматического лечения. Второй момент, который мы должны обсуждать со всеми нашими больными, но не всегда мы это делаем. Это способен ли пациент сам осознавать заболевание, результаты обследования, прогноза и совершить обдуманный выбор. То есть, может быть, сам пациент не хочет проводить химиотерапию, мы решаем за него. Вот этого делать нельзя. Поэтому этот момент в конкретной категории больных надо обязательно обговаривать. Вот тут же в этой же рекомендациях есть американские, не наши, ожидаемые продолжительности жизни, где можно посмотреть, сориентироваться, максимальное, среднее, минимальное. Тоже вас адресуют туда. И следующее – это оценка факторов риска, то, что я сказала, что мы должны сделать. Тоже рекомендации суммировать не буду, но фактически это тщательный сбор анамнеза, если вы посмотрите на рекомендации, которые нам давали, и в том числе геронтологи, которые выступали на первой части заседания. Принципы выбора противоопухолевой терапии. Есть различия? Есть различия. Нигде вы не увидите в стандартных наших остальных возрастах, что если это касаться конкурентной химии лучевой терапии, сразу же прописана, возможно, необходимость редукции доз и введения симптоматического лечения для профилактики нежелательных явлений. Нигде вы не увидите, что лекарственная терапия в других – это риск развития осложнений химиотерапии, он может быть предсказан, если мы будем использовать те шкалы, которые мы обсуждали в первой части нашего заседания. Кроме того, существует определенный калькулятор, тоже я вас адресую, он есть. Это определение токсичности химиотерапии потенциальной. Следующая особенность рекомендации у пациентов – это очень четкие и очень хорошие ссылки. Это рекомендации по профилактике и лечению нежелательных явлений у пожилых. Тоже буду адресовать уже частично, поскольку 20 минут все обсуждать невозможно, и, кроме того, после меня будут выступающие, которые будут более конкретно касаться этой проблемы. Следующая особенность рекомендации и проведения химиотерапии – это обязательно оптимизация возможностей общения с пациентом. На самом деле это пришло из палиативной медицины. Когда хосписное движение в Санкт-Петербурге развивалось, вот это принципы, принесенные из палиативной медицины, что прежде чем обсуждать что-то, улучшите возможности человека вас слышать, видеть, и если он не воспринимает на слух, нарисуйте, напишите и так далее. Вот это очень важный момент. Я очень советую это использовать вообще в работе с пациентом. И устное общение. Мы не все умеем общаться. Множество ценных советов здесь можно подчеркнуть из этой таблички для построения вообще эффективного общения с любым больным на приеме, на вашей разговоре. Вот дальше по тем рекомендациям, которые нам даны, есть уже конкретные рекомендации в зависимости от локализации заболеваний. Я не могу сказать, что они отличаются от общих рекомендаций, но есть два момента очень важных, что в некоторых локализациях мы можем вести, несмотря на возраст, так же, как обычных пациентов другой возрастной группы. В некоторых рекомендациях идут уже конкретные моменты, как надо начинать лечение, как продолжать лечение и что делать при развитии токсичности той или иного цитостатика. Очень много сегодня говорилось о многофакторной гериатрической шкале оценки. Она хороша, но она действительно занимает очень много времени. И последняя статья, буквально готовилась на первом дне, пришла о том, что недовольны онкологи, даже если им помогают и медсёстры, и родственники, временем, которое затрачивается на это заполнение гериатрической шкалы. И более того, обсуждается в литературе её валидность, то есть действительно ли она помогает в этом. Но что здесь полезно? Здесь очень полезная графа – это лекарственные препараты, которые часто применяются для поддерживающей терапии онкологических больных пожилого и преклонного возраста. Замечательная табличка, всем советую её смотреть. Она тоже будет используема в практике и для пациентов другого возраста. Тоже о ней сегодня уже говорилось, поэтому не буду останавливаться. Ну и дальше идёт масса страниц. Очень полезная информация о том, какие есть нюансы по проведению химиотерапии, по использованию вот этой вот шкалы оценки гериатрической. Ещё принципиально важный вопрос, о котором я тоже даже говорю в других лекциях, когда рассказываю о химиотерапии или о гормонотерапии, это приверженность лечению. То есть соблюдает ли пациент ваши рекомендации или не соблюдает. Потому что вы можете хотеть лечить, он может хотеть лечиться, но он не будет принимать особенно таблетированные препараты, и вы не получите неожидаемого эффекта, и будете разочарованы в препарате, и пациент будет разочарован в вас. Поэтому вот здесь тоже очень важные, так сказать, моменты. Первое – это оценка риска нарушения соблюдения режима терапии всегда, когда используются пероральные лекарственные средства. И наш коллега, который занимается эндокринной терапией завтра, Мишель Гант, он вообще сказал, что это проблема, что пожилые пациенты не принимают эндокринную терапию или ксилоду, и медсёстры обзванивают больных с вопросами, что приняли ли вы препарат сегодня. Второе – это рекомендации по снижению риска утраты приверженности к терапии. Они тоже очень интересны здесь и хорошо изложены. И рекомендации по контролю за соблюдением режима терапии. Это может быть и письменные отметочки, и дневничок. И, кстати, введение дневников очень полезно тоже, когда приходит пациент, вы сразу видите и его осложнение, и что, так сказать, получили в исходе пьёт. И таким образом тоже следующие пять страниц вот этих больших рекомендаций, они посвящены лекарственным препаратам, которые обычно используются в поддерживающей терапии. Тоже предыдущая лекция расстанавливалась. Здесь лекарства, возможные побочные эффекты, рекомендации, как их избежать, и что лучше не использовать в комбинациях. Рекомендации, единственные, на которые хочу остановиться, потому что здесь тоже принципиальный вопрос, это диагностика, обследование терапии нарушений сна. О том, что говорилось на первой сессии. Первое, что не рекомендуется принимать и рекомендовать бензодиазепины, то, что мы любим давать людям пожилого возраста, это чётко сейчас установлено, потому что это увеличивает токсичность наших цитостатиков. Поэтому не должны использоваться в первой линии терапии у больных. Используйте другие методы, и обтирание, и сон, и тихое чтение, тихая музыка, и ароматерапия, всё, что хотите. Но не надо сразу идти на эти препараты. Второе, необходимо информировать пациента, что в составе большинства лекарственных препаратов для нормализации сна в ходе антигистамины, они тоже могут влиять на эффективность, на токсичность наших цитостатиков. И при необходимости медикаментозной терапии обязательно надо оценивать терапевтический индекс, то есть оценка пользы и вреда, минимальная доза и период терапии препаратами для улучшения сна. И таким образом, принятие решения о проведении или отказе в химиотерапии, мы должны, в принципе, ответить на эти вопросы. Является онкологическое заболевание доминирующим, что мы с ним будем делать, будем наблюдать, будем лечить. Какова цель химиотерапии? Хотим мы вылечить, да, и, соответственно, либо мы будем просто продлевать жизнь. Какие цели и предпочтения пациента еще раз акцентируют? Его выбор, его остаток жизни, да, как он будет лечиться? Вы можете только дать информацию. Каково отношение пользы и вреда химиотерапии, да, сможет ли пациент перенести, я имею в виду, побочные эффекты, и насколько высока вероятность развития побочных эффектов химиотерапии? Вот, и на основании ответа на этих вопросов у вас вырисуются три группы больных. Первая группа – это те, которые ведут активный образ жизни, самостоятельно обслуживают, адекватный интеллектуальный уровень, отсутствие тяжелых, да, и героиатрических синдромов. Здесь лечебная тактика в стандартных режимах. Не надо никаких, так сказать, рекомендаций здесь дополнительных. Вторая группа – это частично нуждается в посторонней помощи. Больше, чем два сопутствующих заболевания. Здесь вы определяете, ваше лечение может или нет определить, так сказать, увеличить продолжительность жизни, либо, если сокращает продолжительность жизни, имеет толерантность. Соответственно, лечебная тактика – химиотерапия. Здесь несколько вариантов режимов. Это исходная редукция дозы с последующим увеличением, и коррекция в зависимости от переносимости. Это химиотерапия в монорежиме, и это так называемые могут быть даже химиотерапевтические каникулы. Если это не имеет низкая токсичность, то есть высокая токсичность и плохая переносимость, это активная симптоматическая терапия. И третья группа больных – это тем, кому вы откажете. Это при соответствии хотя бы одному из следующих пунктов. Они перечислены. Здесь можно посмотреть. Тут тоже активная симптоматическая терапия. И принцип в этой группе общий – не навреди. Это основной принцип всегда, так сказать, в этой группе пациентов надо помнить. Но, безусловно, тоже пролистовая физиологические особенности пожилого возраста влияют на выбор химиотерапии? Конечно, влияют, но не возраст их определяет на самом деле, а определяет биологический возраст. Вот, тоже здесь, вспоминая все наши, вложенные нашими учителями в наши головы, физиология и фармакология, фармакодинамика, здесь, в принципе, все вам известно. Вот, физиологические особенности и особенности взаимодействия с препаратом. Есть особенности, есть, это и фармакокинетика может снижаться, да, за счет нарушения функций печени, почек, экскреции, абсорбции, распределения. Это изменения фармакодинамики могут быть, это могут быть изменения за счет конкурирующих лекарственных препаратов, которые пациент получает. Это снижение переносимости к воздействиям, к стрессам и к химиотерапии, это толерантности на нормальных тканей, и в итоге это, конечно, более высокий риск токсичности, связанный с лечением. То есть просто необходимо более тщательное наблюдение за больными. Всем вам хорошо известны, как мы раньше определяли, лечить, не лечить, редуцировать, не редуцировать, да, ориентация, да, на функции печени, на билирубин, АСТ, соответственно, по каждому препарату идет рекомендация. Аналогично идет коррекция доз цитостатиков в зависимости от скорости снижения клубочковой фильтрации, хотя сейчас говорят, что креатинина не является обязательным, так сказать, достоверным признаком, но, тем не менее, пока у нас другого нет, мы его будем использовать для оценки снижения функций почек. Вот, разные тоже, это слайд мне предоставила Бесова Наталья, поэтому я ей благодарна, это их опыт, как капицитабин использовать у пожилых больных, потому что, собственно говоря, они у нас в стране, на мой взгляд, начали заниматься этой проблемой, Вера Андреевна Горбунова. Вот, что можем мы начинать совершенно сознательно с минимальной дозы, давать тогда ссылку на эти рекомендации, если страховщики ОМС будут спрашивать, почему вы редуцировали дозу изначально, так сказать, они приняли 2500 мг с последующим снижением. Это один из вариантов, когда… Ну и заканчивая, три тоже, вернее, четыре пункта, четыре камня, которые я для себя подчеркнула из этих рекомендаций. Первое – это чёткое осознание цели лечения участниками процесса, это онколог и сам пациент. Второе пункт – это оценка функциональных резервов организма до начала химиотерапии, если позволяет время и развитие опухоли, это коррекция сопутствующих заболеваний и анемии, о чём будет идти речь. И дальше выбор идёт оптимальной лечебной тактики. Тоже всегда говорю, помните, что не только вы есть специалисты, есть и лучевые терапевты, есть и хирурги. И, может быть, не надо назначать химиотерапию, а можно обойтись эндокринной терапией, либо таргетной терапией, либо поддерживающей, либо палеотивной. Это чёткий режим дозы, последовательность линии вы тоже должны представлять, если вы долго собираетесь вести пациента, и возможные варианты я вам отразила. И это активное использование сопроводительной терапии. Следующий пункт – это активное привлечение близких, если они находятся в адекватном состоянии. Хочу сделать оговорку. В участии в лечебном процессе, мониторинг, уход. То есть энергию надо направлять в правильное русло. Если она неразрушительная. И последнее – это то, что сейчас рекомендуют все – это участие пожилых пациентов старческого возраста в клинических исследованиях. Но это вообще пока неразработанный пласт науки. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...